тема урока источники знания жизни предков современных людей с древних времен люди стремились узнать как можно больше о своем прошлом вспомните ведь и вы наверняка спрашивали своих родителей бабушек и дедушек что происходило с вами когда вы были еще совсем маленькими а также какие события происходили до вашего рождения этот интерес проявившийся в детстве подталкивает многих людей к изучению прошлого и настоящего народов мира наука изучающая прошлое называется историей а ученых изучающих ее называют историками в пятом классе вы приступаете к изучению истории древнего мира но прежде чем вы познакомитесь с жизнью и бытом людей населявших землю столь отдаленном прошлом необходимо выяснить откуда нам известны эти сведения вам уже хорошо известно что мы живем на планете земля на земле есть 6 материков то есть обширных пространств суши которые омывают воды океанов и морей в наше время 5 из 6 материков заселены людьми единственный материк где люди постоянно не проживают антарктида или южный полюс там слишком холодно как предполагают ученые первые люди появились в африке затем постепенно они заселили евразию австралию северную южную америки расселение людей по планете происходило десятки и сотни лет назад в это время активно развивались общество хозяйственная деятельность появлялись и совершенствовались орудия труда какие события происходили в человеческих обществах что изменилось в жизни людей вы узнаете из курса истории но откуда ученым известно как жили наши далекие предки более пяти тысяч лет назад было изобретено письмо древний египет одно из первых государств которым появилась письменность писали в египте на стенах гробниц и папирусе материале который похож на бумагу получаемую из одноименного растения в других странах для письма использовали глиняные таблички пальмовые листья деревянные дощечки ткани хорошо известная и привычная для нас бумага появилась менее двух тысяч лет назад люди записывали свои знания о мире вели летописи то есть записи событий происходивших в то или иное время фиксировали законы и обычаи благодаря сохранившимся до наших дней письменным источником нам известно очень много о жизни наших предков но как быть с историей народов живших до изобретения письма в этом случае ученые применяют так называемые вспомогательные исторические дисциплины благодаря которым можно изучать историю по неписьменным или по-другому вещественным памятником от древних государств сохранились знаменитые сооружения многие из них вам знакомы это пирамида египта великая китайская стена stonehenge в англии римский колизей и так далее изучая эти постройки люди узнают о развитии техники в древнем мире а также об уровне развития культуры и религии древние постройки возводились по приказам царей и полководцев которые стремились подчеркнуть свое могущество сооружение посвящали богам и людям они могли служить для устрашения или развлечения большую роль в изучении истории играет наука археология археологи раскапывают древнее поселение выясняя как жили люди в прошлом чем они питались какие вещи создавали эти исследования позволяют в деталях восстановить быт людей узнать об их занятиях до изобретения письменности люди передавали информацию устно от одного человека к другому от одного поколения к другому со временем многие рассказы превращались легенды и сказки этот источник знаний получил название фольклор кроме того многие народы африки и азии еще совсем недавно менее ста лет назад находились на уровне развития который наши предки преодолели еще тысячи лет назад изучая эти народы сравнивая полученную информацию с данными археологии ученые этнографы гораздо больше узнали об истории древнего мира а а а а а а